АВТОНЕТ Представители национальной технологической инициативы Автонет предложили вести в России платные перекрестки ради избавления от пробок. Среди областных центров, где уже в следующем году в экспериментальном режиме могут появиться платные городские артерии, значатся Липецк, Нижний Новгород и Ульяновск. Что об этом думают простые ульяновцы, мы узнаем сегодня. Идея заключается в том, чтобы ввести плату за проезд перекрестка или участка дороги в определенные часы пик. Не захотев тратить личные сбережения, некоторые автомобилисты будут выбирать пути объезда или менять время своей поездки. За счет этого снизится количество пробок на дорогах и число ДТП. С этим категорически не согласны ульяновские водители. Если необходимо будет платить, я буду платить, но я буду с этим не согласен. Соответственно, я буду недоволен руководством и теми людьми, которые управляют данной ситуацией. А где они будут объезжать? На другие перекрестки будет то же самое все. Ехать-то некуда, по сути. Просто собралась критическая масса автомобилей, которые уже, я не знаю, ни в какие рамки, наверное, не лезут. Я бы был против этого, потому что это бы либо ограничивало движение людям, которые не в состоянии оплачивать платные дороги, и составило бы неудобство для некоторых граждан. Плату за проезд по перекрестку введут в тестовом режиме, чтобы проанализировать, как это отразится на плотности движения. Специалисты установят лазерные радары и камеры, а деньги будут списываться напрямую с банковского счета водителя. Напомним, благоустройство дорог является частью федеральной программы «Умный город», куда Ульяновская область вошла в марте этого года. Чтобы пролить свет на этот вопрос, мы отправили запрос в мэрию, однако там от комментариев отказались и сказали, что проект только в разработке. Мы будем следить за развитием событий. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова